Всем привет, меня зовут Кирилл и с вами канал Тупо Наука. Сегодня я хотел бы поговорить с вами вот о чем. Как вы видите, я сижу на фоне кучи коробок. Все почему? Потому что я переезжаю. Переезжаю я, потому что у нас случилась спецоперация и YouTube, естественно, прекратил приносить какой бы то ни было доход. И сейчас я элементарно не могу позволить себе продолжить снимать квартиру. А это значит, что и нашей совместной работе с Никитой Поддубновым, которого вы больше знаете как электро-цыгана с темной фазы, временно, по крайней мере, но приходит конец. Мы проработали вместе 4 месяца. И сегодня я хотел бы немножечко поделиться впечатлениями о том, что же такое по-настоящему работать с блогером-миллионником. О том, что такое создавать контент для большого узнаваемого канала, как часто узнают на улицах и, в принципе, сколько это все приносит денег. Ну что ж, поехали. На самом деле у многих людей есть такое впечатление, что создание контента для YouTube-канала – это что-то очень-очень простое. Взял, как я сейчас поставил перед собой, камеру, болтаешь все, что на ум не пойдет. Ну и, может быть, там еще в чем-то говоришься, как Никита. У него же все это бесплатное просто так достается. Конечно же, нет. Ежемесячно, даже не то, что ежемесячно, по созданию каждого ролика Никита тратит довольно-таки много, на самом деле, денег. И не только денег, но и, вы, возможно, удивитесь, даже времени. Вот зачастую складывается так, что на канале ролик выходит там раз в месяц. И, по факту, почти весь этот месяц делается то, что нужно для выпуска этого ролика. Потому что за кадром происходит не только то, что показывается, но и огромная куча всего остального. В ролике Никита может сказать, что он, например, просто вставил окна в кукуху, но это заняло кучу времени по поиску материала его, транспортировки, распиловки, монтаже, неудачном монтаже, переделывании и все этого. Потому что, ну, это, наверное, скрыть невозможно. Никита личность достаточно импульсивная. И не всегда решения предпринимаются после серьезного взвешивания. Обычно это происходит, а сделаю-ка я вот так. И пусть так и будет. Потом, конечно, возможно, будет некоторое разочарование в идее. И переделывание, что влетает в дополнительную копейку. Так что нет. Никита действительно много времени тратит на создание контента, тратит на это много денег. И, блин, не в самых крутых условиях. Вы, возможно, видели в ТикТоке Никиты, выкладывался ролик, где я показывал, что мы работаем напрочь в промерзшем гараже. Так вот, декабрь, январь, по большей части почти февраль. Мы работали в таком режиме зачастую по 9, а то и по 10 часов. Чуть ли не каждый день. Для того, чтобы за эти месяцы достаточно подготовить ку-ку-ку к заезду. Но это все расходы и другие копошения. Так а в чем же, скажем так, профит? Я обещал немножечко рассказать о том, насколько люди узнают на улице, когда работаешь с блогером-миллионником. Я проработал, напомню, 4 месяца. Мы выпустили довольно много совместных роликов. Там всю эту тему с имплантацией. А я напомню, над этим я ранее полтора года работал профессионально именно с сегментом имплантируемой электроники. Вот этот платежный имплант, который вы видели, это практически по большей части моя работа. И, в принципе, в роликах я мелькал достаточно часто. Тем не менее, на улице меня узнали за все это время никогда раз. Вообще, никто не узнает. Так что, в плане роста известности, не знаю, если вы хотите работать с большими блогерами ради того, чтобы прокачивать свою популярность, вам нужно на себя отжирать чуть ли не половину эфирного времени, а то и больше. А если делать это, как, например, делаю я, то популярнее вы от этого не станете. Это точно. Но да ладно, популярность популярностью, а есть ведь еще такая достаточно простая и всем нам понятная вещь, как доход. И, я думаю, вы видели ролики, которые Никита делал дома. И вы, возможно, даже писали ему комментарии из серии «Сделай себе демонт» или там что-то такое. А знаете, почему он не делает? Он не может это сделать. Не может он это сделать просто потому, что ему элементарно не хватает денег. Вот вы сами видели, недавно он потратил 115 тысяч на аккумулятор. 115 тысяч. Я знаю людей, которые гордятся тем, что у них есть автомобиль, который стоит дешевле. Он просто отдал эти деньги за аккумуляторы. И, естественно, его доходы, они не настолько велики, насколько может показаться. Многие думают, что блогер-миллионник – это все там в стратосферу. И, может быть, отчасти люди даже правы при двух условиях. Если этот блогер работает за границей, или, допустим, на американскую, на европейскую аудиторию, там доходность Ютуба намного выше. Это раз. Два, если у блогера суперспециализированная аудитория. То есть, если бы у него был канал на миллион подписчиков, где он рассказывает исключительно, блин, о кормах для попугаев, у него эта реклама стоила бы бешеных денег. Но его контент развлекательный на широкую аудиторию, поэтому доходность от размещения рекламы на его канале ниже, из-за того, что таргетировать аудиторию тяжело. И, следовательно, стоимость. Стоимость в своем классе на канале у Никиты по рекламе очень низкая получается. Следовательно, и доход у него тоже оставляет желать лучшего, что уж говорится. Со мной он едва ухитрялся рассчитываться, а я не так уж много за свою помощь с него и брал. Можете сказать все что угодно, что, блин, что ты тут крысишь, это же по-братски надо все делать, все такое. Но, люди, вы не забывайте, YouTube был и остается, я надеюсь, еще и останется в дальнейшем, довольно-таки хорошим медиабизнесом. И бизнес это не всегда плохо, это даже вообще неплохо. Это просто еще одна, еще один источник мотивации, еще одна форма взаимодействия с людьми. Потому что, как ни крутить, а деньги все равно толкают нас вперед. И, да, как-то уже не особо круто все это звучит. Но это все к чему? Если вы думаете, что крупные блогеры это охеренно зажравшиеся ребята, которые, вот у него выходит ролик на 20 минут раз в месяц, это значит, что он 20 минут раз в месяц работает. Это ни хрена не так. Бабла тратится много, зарабатывается мало. Работы овер до хрена. Профит переоценен. Так что, если вы думаете, что популярный блогер это какой-то овер зафжравшийся типок, который вообще ни хрена не делает, выпускает там ролик раз в месяц, это значит, что он работает один день в месяц, и просто гребет со всех сторон бабло, это вообще ни разу не так. Это самая настоящая работа, и работа эта вообще ни разу не простая, и по большому счету не всегда благодарная. Ну и, кстати, еще кое-что. Многие наверняка думают, что такие блогеры не читают комментарии. Нет, Никита читает комментарии, и читает он их обычно вот в первый час-два после выхода ролика довольно-таки активно. Почему? Потому что эти самые комментарии, они действительно для него важны и любому блогеру, когда он выкладывает ролики интересные, почитать действительно, что же думают люди о том, что он делает, и нравится ли это людям не нравится. По большому счету, в той или иной степени, каждый человек, который предпынил попытку зайти на YouTube, действительно, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей ищет через эти самые комментарии поддержки, моральной поддержки элементарно. И когда Никита видит, как на него реагируют люди, особенно когда желают ему удачи, он очень сильно мотивируется делать что-то еще более сумасшедшее. Так что, что я могу сказать? Поддерживайте своих любимых блогеров, и они будут продолжать делать что-то интересное, даже в ситуации, если все действительно тяжело и хреновенько. Тот же самый Никита. Вот он сейчас очень существенно потерял в деньгах со всеми этими событиями, но он продолжает делать контент. Он продолжит делать контент просто потому, что этот человек по-другому жить уже не умеет. Ему нужны, блин, натуральные подвиги, и он будет их совершать. Тот же самый заезд на 3000 километров. Он его все-таки совершит. А я продолжу, вернее как, я постоянно вам это говорю, а в результате потом ни хрена не делаю. Я продолжу публиковать эксперименты, и сейчас вот эти самые месяцы я в основном не публиковал ничего, потому что элементарно у меня не оставалось на это сил. Мы с Никитой работали очень много для создания контента на его канал. Сейчас, вернувшись домой, я продолжу делать эксперименты. Думаю, они будут более сложными, они будут больше отношений иметь к электронике, в частности, может, к тому же Ардуино. И не обещаю публиковаться часто, но думаю, сделаю что-нибудь интересное. Так что вот, надеюсь, я хоть что-то приоткрыл для вас с этим роликом, из того, что могло быть вам интересно. Хотя это вряд ли. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, было бы, блин, за что. Ну и до новых встреч. В апреле обязательно выложу что-нибудь новенькое, наверное. Всем пока!